В каждом третьем автобусе Первоуральска нашли нарушения. Сегодня транспорт проверяли сотрудники прокуратуры, автоинспекторы и городские власти. Вместе с комиссией в рейд отправились наши корреспонденты. Вместо пассажиров в салон автобуса заходит серьезная комиссия. В рейд вышли сотрудники прокуратуры, ГИБДД и администрации Первоуральска. Смотрят, соблюдаются ли санитарные нормы и все ли документы в порядке. Проверку проводят в городском транспорте. Проводится проверка безопасности дорожного движения. В ходе проверки проверяются автобусы на предмет технического состояния и также проверяется законность перевозки, осуществление перевозки, ездят ли с картами маршрута. В ходе рейда просят предъявить аптечку и огнетушитель, защитную маску и антисептик. Проверяют, работает ли кнопка связи с водителем и аварийный выход. Выход аварийный. С утра все работало. Вот сейчас сколько до обеда работал, работал. Ну мало ли откуда я могу знать. Я что же не могу с одной дверью ездить, правильно? Что-то где-то может вот надо сейчас ехать. Электрика спрашивает, может где-то замкнула. Для рейда специалисты выбрали места, где мало пассажиров, зато много автобусов. Пока одни водители готовят документы, другие заняты профосмотром своих машин. Рейды устраивают на конечных остановках. Это делают для того, чтобы не нарушать график движения. В среднем каждый водитель проводит на конечной остановке 10-15 минут. Этого хватает для того, чтобы провести проверку. Данная карта просрочена с 1 января 2019 года. То есть на протяжении полутора лет у нас данное транспортное средство ездит на незаконных основаниях. Объяснять, почему вышел на маршрут с просроченной картой водитель отказывается. Без комментариев. Перевозить пассажиров без специального разрешения, так называемой карты маршрута, нельзя. Если документ просрочен, грозит штраф до 5000 рублей водителю и до 300 тысяч компании. В организацию пассажирских переводок входит проведение аукциона, заключение муниципального контракта и в дальнейшем соблюдение перевозчиками, с которыми заключен муниципальный контракт, этих условий. То есть в целях безопасности пассажироперевозок, в безопасности пассажиров, периодически администрация проверяет данные условия. За два часа рейда проверили 10 автобусов. Только в трех из них не было нарушений. Алексей Вербицкий, Евгений Шилов. Новости. Первый Уральск. Субтитры создавал DimaTorzok